Друзья, наши правители готовы, наши борьбы готовы, вы готовы? Друзья, против Казахстана. Первый поединок сегодняшнего финального дня. Очень много сил пока у обоих, ну как это всегда и бывает. На джебе Сахил действует. Ну и в левше, как это всегда. На протяжении всего турнира, да и всех других соревнований, где он участвует, действует Сахил. А Санжар, конечно же, для Сахила пока это не создает каких-либо сложностей. Слокновение головами даже было в этом эпизоде, так, конечно, делать не стоит. С хорошей комбинацией Санжар заходил, до столкновения попал. Вот еще раз идет, но тут без попадания. Да, и голову, конечно, надо держать повыше. Представитель Грузии. Чуть оступается. Пока не форсируют оба, очень спокойно. Выцеливают. В откровенную рубку не идут. Вполне понятно, половина раунда истекает. Хорошая атака Сахила. Правда, не точно. Ну, отвечает тем же и Санжар. С двойкой заходил, но все мимо. Больше обозначал свою атаку Сахил. Вот было попадание. Скинчи нужны выйти. Заряжался на удар Аллах Мердовы, но... Ну, опять же, мимо. А вот здесь был точнее. Ташкенбай не смог ответить ничем разумительным. И тут тоже мажет. И голову, да, все так же. Нужно повыше. Кстати, можно уже дважды об этом напомнили Сахилу. Можно и нарваться на неприятность для самого себя, если не следует указаниям арбитра. Хорошо, Санжар атаковал. Менее полуминуты до конца первого раунда. И расквитался за подобное действие казаха Лафвердовы. Вообще, поактивнее он в первом раунде. Санжар такое чувство только включается. Надо бы ему быть активнее, но я думаю, это уже произойдет во втором раунде. Ждем звука гонга в начале второго раунда. Вот и он. Продолжаем. Ну и как между раундами было объявлено по традиции, счет. Все судьи единогласно. А их пять, напомню, отдали раунд представителю Казахстана. Санжару Кашкин-Баю. 10-9. Таков счет. Нужно собраться, нужно отвитать. Как минимум один раунд представителю Грузии. В идеале-то не только отквитать, забрать, но и нокаутировать оппонента. Ну, друзья, это, конечно, особенно в столь невеликом весе бывает нечасто. Тем не менее, возможно. Лафвердов старается. Он много работает корпусом, пытается вытянуть на себя оппонента. Заходит с двойкой. Неплохо. Отличает лишь одиночным. Ну, там одно было точное попадание, как я увидел, от Санжара. Джебе. Сахила. Больше для обозначения дистанции. Все-таки неудобно ему, насколько я могу судить, работать с соперником, действующим в правосторонней стойке. Санжаров чуть сподручнее. В том числе, может быть, поэтому первый раунд он забрал. Ну, по крайней мере, по мнению судей. Отлично. Вот здесь хорошо зашел Санжар. Уже разорвал дистанцию. Вышел на удобный для себя атакующий простор. Клинч нам не нужен. Очень много валечка слышим мы в зале поддерживающих Санжара Ташкенбая. Гонят они вперед своего парня. Ни в коем случае ему нельзя уступать этот раунд. Здесь молодец. Санжар много ударов нанес. Главное, донес их до цели. Продолжает в этом раунде доминировать, в общем-то, как и в первом. Санжар танкинет Ташкенбай. Хоть и не в родных стенах, но помощь своих болельщиков в данном случае на него неоценима. Подходит назад. Уходит от атаки оппонента Санжар. 10 секунд. И попадает снова. Голова аж отлетела у Сахила Аллахвердова. И под конец этого раунда, даже во второй его половине, грузинский атлет подсбавил. Подождем счета. Ну и, конечно, повторы увидим. Между раундами они будут. Как же без них? Были попадания. Все-таки у Сахила было немного. Санжар попадал больше. Он был увереннее. Осталось лишь убедиться в том, как судьи оценят этот поединок. Думаю, безоговорочно должны, как и первый раунд, посчитать 10-9 в пользу Санжара Ташкинбая. Да, так и есть, друзья. 20 на 18. Счет после двух раундов. Единогласно. На карточке всех судей в пользу казахского спортсмена. И заключительный раунд этого поединка. Только нокаут, только досрочная победа. Что будет архи сложно сделать, поможет Сахилу Аллахвердовой победить. В этом достаточно упорном, главное, скоростном и зрелищном бою. Но старается. Идет вперед. Я думаю, между раундами была. Хотя у главы эмоциональная накачка в первую очередь. Без нее-то как? Друзья, получается у Сахила Аллахвердовой пока не слишком. Все-таки Санжар Ташкинбай. С помощью, в том числе, своих болельщиков. И на собственном опте, собственной технике. К победе пока что намного ближе. Счет судей на карточках это подтверждает. Менее двух минут. Стаются финтить оба. Раздергать, запутать соперника. Подходит Санжар. Тут же идет вперед. На джебе. Буквально фехтует сейчас. Передней рукой. Такая, несколько неподготовленная. Больше от какой-то безысходности, что ли, атака Аллахвердовой. Не получилось у него достать. А вот Санжар точнее. Был очень точен. Снова хорошая атака от Санжара Ташкинбая. Рейтон дистанцию после. Снова достает джебом. Вот удачные попадания уже от Сахила. Все-таки этого мало. Этого мало. Друзья, даже... Я не считаю буквально по каждому попаданию. Может быть и равны парни по количеству ударов, по акцентированным. Но Санжар все-таки лучше. Он все так же ближе к победе. Шансы Сахила на то, что его рука будет поднята. Давит на глаза. Менее полуминуты. До конца поединка в целом. Санжар жмет. По корпусу здесь. На голову переводил. Тас в контратаке сработает. Сахил. С двойка была от него. И 10 секунд остаются. Будут реактивные действия в эти 10 секунд. Идет вот этот Санжар. Достает. Гон. Ну что ж. Остается в сущее формальность. Дождаться официального объявления победителя. Официального оглашения. Вердикт-то судей. Но, друзья, думаю. Все уже все понимают. И по тому настрою, что в углу грузинского боксера можно сделать однозначные выводы о том, кто же победил. Хотя, с другой стороны, в углу Санжара Ташкинбая тоже было спокойствие. Но вот сейчас он уже улыбается. Вердикт-то судей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok